Кому хочется... Всем привет! Сегодня у нас 4 октября, тема футселл. В гостях Сергей Зимин. Приступай, расскажи, что хотел рассказать, а потом пообщаемся просто и поехали. Да, всем привет! Меня зовут Сергей Зимин. Я вообще родом из Украины. Прожил там всю свою жизнь. Занимался в основном продажами. Лет с 20, наверное. То есть в общей сложности лет 15-20 я занимаюсь продажами. Это мне нравится. Я люблю эту тему. Последние несколько лет и в Украине мы построили там сеть розничных магазинов. И там мы строили взаимоотношения с поставщиками. И там мы делали специальные действия для того, чтобы получать хорошие цены, для того, чтобы наши франшизи имели хорошую цену для продажи. и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, в общем, как бы, грубо говоря, есть опыт работы с оптом для продажи в ритейле, и, соответственно, взаимоотношения с поставщиками и так далее. Почему я это говорю? Потому что этот бэкграунд хорошо помогает мне сейчас. здесь, в Америке, я три года. Амазоном я начал заниматься год с лишним, плюс-минус. Вот. Продажи есть, были продажи на Walmart и на eBay. И сейчас, в последние дни, вот, чем полгода, лет, ой, месяцев шесть, наверное, я продаю только на eBay. Есть листинги и там, и там, но продажи там такие мизерные, что про них пока не стоит говорить. Есть в планах развивать это, но пока так. Значит, с чего это начиналось? На Амазоне. На Амазоне история была интересная. Мне было просто интересно, как работает Амазон. Я купил у своего знакомого там, ящик овощечисток, забросил их на Амазон. Я тогда не знал ни про что, ни про кипу, ни про кип-то программы, ничего я не изучал. Просто увидел овощечистки, нашел их на Амазоне, посмотрел, цена какая там есть на Амазоне, купил у него там по 5 долларов, не помню, какое количество. Закинул их на Амазон и за полчаса они продались. Я думаю, ну, подниму цену, как они будут продаваться? Я не успел этого сделать, они все продались, я понял, да, что Амазон это круто, Амазон это мое, надо с этим работать. Потом, через пару месяцев, ну, я начал изучать, я познакомился с Денисом, с другим его группу, вот, подчеркнул там кое-какую информацию до старта, начал читать, смотреть видео и так далее, параллельно со своей основной работой я начал заниматься. Вот здесь параллельно я еще работал в компании, которая занимается дверями, это дверь из Беларуси, то есть я работал с, продавцами здесь на рынке, то есть в какой-то мере я знакомился с рынком здесь, ну, и как бы это все делалось параллельно. Вот следующим моим этапом на Амазоне, это я выкупил у одного из продавцов товар, который он сливал, ну, он не поверил в то, что он будет продаваться, или я не знаю, по какой причине, он его пытался продавать, там, 6 или 7 месяцев, продал из тысячи штук 60, я выкупил оставшиеся 900 с чем-то, 40 что ли штук, вот, внимательно подошел к листингу, там, кое-какие сделал изменения, косметически не сильно большие, я тогда не знал ни про поисковые запросы, ни про бэкграунд, что-то я там, помнится, там, почитал, что-то подкорректировал, Merchand Wars тогда начал изучать, там, ну, такие вот, вот эти все наши программы, вот, после этого я за месяц, меньше месяца, все 940 штук продал, вот, тогда я получил приближение 5 тысяч долларов, мне это тоже опять понравилось, я думаю, круто, все, супер, я уже тут разбираюсь в Амазоне, как царь и бог, и следующим моим экспериментом, это уже была закупка в Китае, и тут, в общем, начались составляния по MOOC, я не знаю, те, кто с PL связан, наверно, знают все эти вещи, я на них, на все, наверное, на все, что можно было, наступил, тяжело было общаться, разница полсуток, я искал консультанта, который мне поможет, а потом искал фабрики, брал эти, в общем, на каждом, на каждом из этапов я чувствовал, что не дорабатываю, не дорабатываю, здесь не доделано, там не доконтролировано, сэмплы получены, не нравятся, на 3 с плюсом, думаю, вытянув фотографиями, фотографии тоже нормальными не получились, описание, и горцы, ну, в общем, в итоге, где-то я мучил это все дело в месяцах, наверное, 4, пока оно начало поступать на Amazon, попал на Amazon, продаж нету, PPS, начал PPS изучать, этот, в общем, кошмар, продажи хуже, чем потрачено, в итоге, вывез, а, еще и потом, в конце концов, Amazon дали все листинги и прислал угрожающее письмо, я, в принципе, бизнес так не веду, мне не нравятся все вот эти вот разборки полетов, какие-то, это все, если работать, то работать длинную, и делать бизнес таким, чтобы можно было его развивать, чтобы можно было там через год, через пять, его там продать, или, блин, сделать больше, меньше, подарить, и так далее, то есть бизнес для меня это вот что-то такое, здесь я вижу, что системности нет, процедуры не отлажены, когда я их отлажу, вообще неизвестно, очень, я был в таком, не очень хорошем настроении по поводу Amazon, мне это очень, очень не нравилось, вот, я даже тогда тоже не думал про эти все холсейлы, мне казалось, что мой английский, какие-то препятствия, какие-то еще что-то, я думал, что мне это, я даже не знал, не искать поставщиков, и так далее, и так далее, уже не помню, каким образом что-то там сошлось, там первый поставщик, второй поставщик, третий, я начал делать эти самые ресерчи, посмотрел пару видео, это я не брал никаких курсов, я ничего не изучал, как бы такого, чтобы сказать, что я прямо научился, так сказать нельзя, учился по ходу пьесы, помогало мне именно то, что я знаю в принципе, да, как работают схемы дистрибьюции, они в Америке чуть-чуть отличаются чем в тех странах, в которых я работал, но в принципе похоже. И попробовал там, попробовал сям, стартовал я где-то долларов 600, вот, да, я живу здесь, допустим, 600 долларов для Америки, это как бы, ну, не знаю, это очень небольшие деньги совершенно, вот, я попробовал, завез, пошло, где-то что-то продалось, где-то что-то, я ошибся, не тот товар, у меня были такие, я послал на Асин не тот товар, потом приходили возвраты, я начал разбираться, почему такое произошло, и так далее, и так далее. Здесь уже для меня стало все понятно, задача автоматизации, поиск товара, поиск поставщика, соответствие товара тому, что есть на листинге, контроль БСР, количество продавцов, маржинальность, все, это как бы уже то, в чем я, в общем-то, разбираюсь, ну, или разбирался, или учусь по ходу киеса, учусь я все время, это тоже фишка такая, мне нравится учиться, я это делаю с удовольствием. Как бы вот в двух словах вся история. На каждом из этих этапов мое недоверие к Амазону и к продажам онлайн все время уменьшалось. Еще год или полтора назад я вообще ничего не узнал по продаже онлайн, никогда этого не делал. Наш сайт, который поддерживал наш бизнес в Украине, был номинальным, продавал полтора-три процента от нашего оборота, и я вообще не считал его как бы за рисунок, который может что-то только так, как визитная карточка, что он есть там где-то. Вот, всегда мне предлагали какие-то раскрутки по этому сайту, в этом интернете. Я всегда задавал вопрос, дайте мне цифру вложенных средств на раскрутку, полученные прибыли и так далее. Никто мне это ни разу не предложил, и я не верил в то, что все рассказывали, ну, надо пробовать, надо то проверять, надо то проверять, тестировать, мне это все никогда не нравилось. Я вообще старался к интернету не подходить близко. Вот, ну, вот Amazon, правда, до этого еще Walmart, я тестовый, завез партию от человека, которого забанили, товары забанили на Amazon, я выкупил, тоже попробовал там какие-то, какую-то стартовую партию, 50 штук, и в конце концов, там тысячи-семьто штук этих фильтров я продал на Walmart. Он там продавался, например, 5 штук в день. А поподробнее можно, как ты вот просто взял, потому что, как бы, все предыстория рассказал, как ты взял и попал на Walmart. Вот это, я думаю, более интересно. Нет обратной связи, меня уже такое же, я не вижу. Давай, давай, я понял, я тебя буду направлять, потому что ты, астапа понесло, я понял. И я уже такой, да, знаешь, воспоминания, да, было так, Вот я тебе и говорю, это очень сложно, в стену говорить, я тебе и говорю. Как про детство, ты понимаешь? Супер, окей, спасибо, что остановил. Значит, что бы я сейчас, ну не знаю, из того, что, из своего опыта, какие-то... Да, конкретику, да, да, да. Значит, что для меня, в чем отличие, это PL от WhoSave? Значит, отличие в том, что есть акцент на поиске товара и поставщика, то есть товар и поставщик, это такое единое целое, которое обладает рисунок постоянно. Вот, что, отсутствие, конечно, отсутствие рекламы, создание листингов, оптимизация этих листингов, поиск и получение отзывов, какие-то вопросы на листинги, какое-то взаимодействие с своей аудиторией, какие-то создания фолловеров, клубов там, или еще что-то. Ну, то есть, вот это все отсутствие. Это все сделано брендами, которые продают этот товар. Вот. Отличие от Drop'а очень похоже на Drop'. Я думаю, что ближе это к Drop'у, потому что точно так же ищутся те же листинги с хорошими или теми показателями, которые нужны. Только отличие в том, что этот товар покупается оптом, а по тем ценам, которые устраивают, это белые каналы, где есть с одной стороны институтеры, и с другой стороны там ты и Амазон. Все, на это и все. Вот. Минусы. Это должен быть постоянный ресерч. Как вот этот парень, который торгует 60 миллионов в год, он говорит, ну а что? Говорит, проснулся, ресерч. Пьешь, попил кофе, ресерч. Там еще там что-то, опять ресерч, время ресерч, время ресерч. Почему? Потому что листинги имеют свойство меняться, количество продавцов увеличивается, маржинальность падает, демпинг на на листингах и так далее, прибыльность и так далее. Я послушал, когда ты рассказывал по этой тематике, все равно он с 800 товаров основной оборот имеет. Как бы он там не ресерчил, я как раз это слушал внимательно, как бы он что-то там не говорил, не ресерчил, а обороты делает сопрередливое количество. Это другое. Это другое. Мы сейчас говорим об уровне хулсейла на том уровне, на котором мы сейчас можем это сделать. Мы не можем пока сделать то, что говорит он. Ну я не знаю, вот знаешь, вот я не понимаю, грубо говоря, я никак этим не занимался, не знаю. Для меня лично вот эта тема, ну вот ресерч, ресерч, все ресерч говорят. Я на 100%, я не знаю, процентов на 90 уверен, основная масса тупо ищет нормальный магазин, у которых есть продажи. И по этим магазинам долбие товары. Я понимаю так же, как и на привате, у нас там у людей десятки, сотни магазинов. Но у этого товарища один магазин, предположим. Ну то же самое, у него один магазин. Ну и у него ассортимент по-любому слизывают, вот просто на раз-два. То есть ты заходишь в кабинет, смотришь, чем он торгует, смотришь, что ты можешь скупить, на какие у тебя есть разрешения. Вот отлично, отличный вопрос. Я сейчас чуть-чуть повернусь здесь. Я поясню, у тебя сейчас взгляд пиэрщика, что нужно что-то где-то следовать. Следовать вообще? Нет, нет, у меня не взгляд. Я просто, я хочу найти большую машину. Зачем мне каждый товар анализировать, если я могу анализировать хорошего продавца? Нет, неправильно. В корне неправильно. Потому что нет смысла анализировать хорошего продавца. А ты все равно, что взять и говорить о том, что ты сейчас будешь продавать вот эту вот овощечивку. Нет, но если у меня там зазор в цене нормальный, я вижу, зазора нет. Я из его 10 тысяч ассортимента возьму там 100 штук, мне этого достаточно. И найду таких 10 продавцов, 1000 товаров, да вот, глаза. У меня такого капитала нет, чтобы вложить. У тебя не будет этого зазора. А у него откуда этот зазор тогда? А потому что он продает столько. Это замкнутый круг. Пока ты не продаешь, ты не будешь иметь такого зазора. Ну, ты же помнишь. Нет, нет, ну, если мы говорим о том, что он закупает намного дешевле, чем буду закупать я, так как у меня обороты меньше, то, ну, может быть. 100 процентов. Даже не 100 процентов, а 1000 процентов. Если ты продаешь 100 штук, а он продает 10 тысяч штук, ну, тут разговоры другие. Разговоры всегда одни и те же. Как проведешь переговоры? Одни и те же. Я много раз уже слышал с Китая, например. Крупные компании, крупные, которые везут контейнерами, получают цены дороже, чем покупает обычный продавец, ну, нормальный, я не говорю про, там, там, дришпаковых, а стабильно, которые едут в Китай, которые просто уважение проявляют китайцам, а у них цена бывает лучше, чем у серьезных компаний, которые покупают в сотни раз больше. Есть моменты разные. Переговоры. Если ты придешь в компанию ТАФ, которая продает крем, да, и ты хочешь с ним провести переговоры. Понятно, что есть определенный это самое, определенный барьер, никто не спорит, но... А там, понимаешь, не тот вообще, ты не можешь с ними переговоры провести, у тебя нет... Понятно, есть ограничения определенные до какого-то определенного момента. Он в любом случае, ну, это обычная дистрибьюция, обычные переговоры. И дистрибьюция разная. Ну, все, ну, ладно, двигаемся дальше. Это обычные переговоры. Для компаний, которые находятся, во-первых, не в Америке, во-вторых, в Америке. Два года твоей компании до свидания. Вот вообще до свидания. Ну, вот, я говорю, вот эти ограничивающие факторы. Я продвигал товары реальные, физические, и имел контакт с продавцами здесь. Оптовые, маленькие, мелкие, крупные, разные. А ты приходишь и говоришь, он, знаешь, что первым делом спрашивает, сколько лет? Ты говоришь, полгода. Хорошо, приходи через три. Не, ну, понятно, да, вот как раз мне нужны вот эти цифры, нужна информация про, когда следующий этап. Мы сейчас говорим, ладно, человек был на привате неудачно, удачно на дропе, он решил расшириться или решил перейти. Это понятно, это все лирика. В конечном итоге он оказался там. Вот, для меня, например, я сам торгую на привате исключительно, и мне было бы интересно, у меня есть партнеры мои, которые, как бы, занимаются этим. И если у меня будут свободные деньги, интересно было бы туда войти, посмотреть, вот с этой стороны, и быть более, как это сказать, разносторонне развитым, в плане, как вообще этот бизнес работает. Смотри, смотри, сейчас, вот сейчас, то, что происходит со всеми, кого я вижу рядом с собой, это до 100, до 200 тысяч долларов оборотов в месяц. Я про это говорю. Да, да. Ну, вот, предположим, ну, 100-200 тысяч на привате с аккаунта, это нормальный оборот. 100-200 тысяч, хорошо. Что у них происходит? Вот у тех, у которых 100-200 тысяч. Слышишь? Ресерч. Потому что, если ты этим не будешь заниматься, твои переговоры до одного места. Хорошо, я понял, они очень мелкие. Так, да. Хорошо. ты вынужден работать с большим количеством поставщиков, ты вынужден этих поставщиков. С маленькими компаниями, аналогичных товаров, не брендированных, все понятно. Нет, все брендировано. Нет, нет, я имею в виду не брендированный в плане, например, там, может быть, телевизор Samsung, LG, и какой-нибудь там, я не знаю, китайской фирмы, который тоже брендированный, имеет представительство в том же США, имеет гарантий на обслуживание, ну, то есть, все, все атрибуты имеет, но бренд значительно менее известный, так скажем. Имеет все сертификаты, все имеет. Например, я сейчас в ниши ПЭТ, я так понимаю, что достаточно хорошо разбираюсь. Я могу сказать, что все бренды, известные в Америке, у меня, те, которые мне интересны, у меня в обоиме есть. И сказать о том, что вот у меня, допустим, я продаю Apple среди ПЭТа. Бонки, я это продаю. Но этот бренд имеет свои требования. Ну, естественно, так всегда бывает. Да, и пока, допустим, каких-то требований не соответствуешь. Да. Ну, это нормально. Естественно, тебе еще говорят, ты приходишь на переговоры и, соответственно, переговариваешь с этим поставщиком. Я даже переговоры пока такие не веду. Ну, понятно, ты не вырос. Когда ты вырос до определенного уровня, есть и выставки, я знаю, в Америке, в Канаде есть вот эти вот очень много оффлайн-выставок и всех вот этих вещей, где реально, я с человеком, когда я с Канады, он говорит, что реально, они даже про онлайн не слышали. Они 25 лет, говорят, торгуют, приезжают, я не знаю, вот эти ярмарки так называемые и все остальное и там торгуют. И, соответственно, говорят, я у них же закупаю и там интернет продаю. Система разная и в наших странах там интернет там, я не знаю, точек Wi-Fi там в Москве гораздо больше, полноченого, чем в Нью-Йорке, например. Ну, неважно. Смысл не в этом. Они живут по-другому, вы живете там, ты сам можешь уже сравнить, все равно есть, есть различие, есть разница. Инерция есть, так называемая инерция и она здесь очень мощная и здесь лоббирование бизнес-интереса настолько сильное, что она еще эту инерцию продлевает. То есть, есть факс-аппараты, которые принимают факсы по телефону. Ну, понятно, да, то есть, если он есть, зачем выбраться с другой стороны? Это бережливость просто или мецарная? Да, да, ты прав, ты прав. То есть, это зачем? У меня вот, у нас как-то все по-другому. Ладно, давай теперь по-конкреции. Вот. минусы, все, так, вывод проду, завоз новых, закрытые бренды или закрывающиеся внезапно. Я хочу, чтобы минусы были всем ясны. Давай, давай. Вот, что внезапно закрываются, вот внезапно бренд вышел, вспомнил о том, что есть Амазон, выделил какие-то деньги для юриста, юрист прошелся или там какую-то программу купили, и прошлись по листингам и их позакрывали. Потом ты доказываешь, что не верблюд, предоставляя инвось. Да, такое присутствует, это возможно. Так, открытые поставщики, последние... Секунду, можно? Я вот по каждому пункту буду вопрос, давайте, чтобы потом не забыть. А, смотри, вот по этой тематике как раз меня это очень интересует в плане того, что когда так бренды делают? Естественно, есть разные причины. Одна из первых причин, наверное, потому что многие серьезные бренды не торгают на Амазоне, потому что есть контрафакт. И вот эти инвойсы, они не закрывают эту проблему для бренда. Он мучается, ему как бы это неудобно, и нормальных партнеров в онлайне у них нет. Вот, это мне кажется именно связано в первую очередь с подделкой, с контрафактом. Второй момент. Второй момент. Меня всегда интересует, вот предположим, вот, кстати, лакомая тема, меня всегда она будоражит. То есть, вот этим брендам предложить как раз, чтобы мы представляли, чтобы ты эксклюзивного представлял. Никогда об этом не задумывались, кто-нибудь это сделал вообще. Я слышал, что есть люди, которые помогают брендам, ну, например, на Амазоне цивилизованно продаваться. Это понятно. А вот, чтобы, например, ты, ну, ты известный бренд, он не хочет торгать на Амазоне, ты выяснил причину, сказал, давайте я вот у вас строго работаем, бухгалтерия, отчетность, все через вас проходит, через меня проходит. Вы видите, все отчеты, я ничего не подкладываю, не везу ваш товар с Китая, не беру там в других регионах, где цена ниже. Вот прям вот, выгода, если есть, я там работаю, там, я на каком-то определенном проценте, royalty, так скажем. Вообще, об этом кто-нибудь там разговаривает, вы же там в Америке встречаетесь. смотри, вот ты говорил про эти 800 единиц, это вот этот вариант. Нет, этот вариант нет. Например, есть какой-то бренд, классный, не представлен на Амазоне, или был представлен на Амазоне. Ты туда приходишь, проводишь переговоры. Я знаю, что он классно продавался, я хотел бы вам торговать. Об этом кто-нибудь вообще рассказывает, общались хоть когда-нибудь об этом? Да, но может не в том ключе, о котором ты говоришь. Речь идет о том, что... Я хочу эксклюзивно продавать конкретно на определенной площадке их товары. Если в онлайне, я понятно, что я не могу онлайн зацепить. Например, только Амазон, только Ипэй, только Волмарт, какие-то, может быть, там, еще сеть, там, Сирс, там, или кто там, я не знаю, там, где можно продавать товары таким образом. Пришел, говорю, хочу. Как я узнаю о том, что этот бренд хорошо продается на Амазоне? Ну, предположим, я просто классно делаю ресерч, и я знаю, что в офлайне этот бренд главный конкурент этому бренду. А этот бренд хорошо представлен на Амазоне, и я красиво это заверну, я себя красиво продам, почему бы ему не продаваться на Амазоне? Ко мне многие приходят, реально. Например, конструкторы, вот с Украины ваши, вот эти вот, деревянные. Ко мне уже пять человек приходилось с такими же конструкторами. Я говорю, вообще там вся Украина что делает? Он говорит, у нас тут так в каких-то подвалах нет. Я не помню, как эта контора называется, которая делает деревянные конструкторы. И вот ко мне как минимум пять производителей приходило. Тут жирно, верно? Ну да, да, да. Вот, я думал, он один это делает. Оказывается, на Украине таких производителей мне сказали просто море. Вот, лично ко мне приходило три... Ну, это же такожи же... Нет, они хотят представленность, они хотят представленность. И, например, там, я не знаю, какая-нибудь там, какие-то крема, какой-то известный бренд, он торгует. Но на Амазоне он не представлен. По каким-то причинам были топ-менеджеры, они приняли решение торговать на Амазоне, были подделки. Соответственно, они оттуда ушли или не торговались никогда. Все, ты туда приходишь, говоришь, братанэ, вот смотрите, вот я вам даю раскладку. Я такой-то, такой-то, у меня такой-то опыт. Вот смотрите, ваш бренд, ваш конкурент в оффлайне, он торгует таким образом. Смотрите его обороты, всю аналитику, всю статистику, выбрать все, что угодно можно, показать можно как угодно это, завернуть, если тебе это надо. Ты, соответственно, с ними общаешься. Крепятствую, почему так не делать? Не, я спрашиваю опыт, есть у кого-нибудь такое? Понятно, мы к этому идем. Мы сейчас на данный момент ждем эти бренды, когда они к нам обращаются. Мы их консультируем или туда запускаем. Но так как мы не англоязычные, нам приходят чуть-чуть не те бренды, которые мы хотели бы видеть. Понимаешь? То есть мы, но я на самом деле, я не считаю, что я к этому готов. И, как это сказать? Я и подавно не готов. Потому что, вот смотри, надо понимать, допустим, тому бренду, который я вижу в нем перспективу, этот бренд принципиально как бы не хочет, и он об этом заявляет, все услышали, у него везде это прописано. И те, которые закрывают, надо понимать, они это себе в условиях уже давно написали, что они не хотят продавать на Амазон. И если произошло это закрытие, то ты приходишь на его сайт, на сайт этого бренда, а там черным по белому уже 10 лет подряд написано о том, что Амазон продавать мы не будем. Понимаешь? Нет, нет, нет. Это понятно, что кто-то всегда будет отказываться. Кто-то там... Это понятно, я все понимаю, что вариантов... Вариантов-то много, это на то я еще говорю переговоры. Ты говоришь мне research, я тебе говорю, на то мы и переговоры. Естественно, есть кого это не интересует, а есть кого интересует. Ну вот, то есть из-за этого тут... Это хорошая идея, это правильная идея, если ты уже... В порядке, ты должен быть в порядке. Естественно, ты должен себя сначала продать. Разбираться в этом. У тебя должны быть кейсы. Сначала ты должен начинать с маленьких таких вот. Да, ты должен разбираться в нише, ты должен быть специалистом, ты должен не говорить о том, что... Ну, естественно, ты должен показать свои результаты. Таким серьезным компаниям ты должен отказать, никто не спорится. Почему я про такие компании говорю? Знаешь почему? Потому что это тема привата, но лояльность к бренду другая. Мне не надо бегать за отзывами как дебилу. Понимаешь? Вот. То есть если я такой бренд беру, тут свои плюсы есть. У меня, соответственно, есть... На начальном этапе можно работать чуть ли не за бесплатно по большому счету, чтобы получить этот... То есть если ты негативный, ну, про тебя никто не узнает. Ну, не зашло. Ну, один не зашел. Ну, второй. Каким-то там причинам. Мало ли кто ошибся. А может сразу зайдет. То есть ты по привату работаешь. То есть система это и хуцелла, и привата что-то между. Ну вот. Соответственно, ты с чужим брендом работаешь, лояльность к бренду совсем другая. Гораздо проще работать. Хорошая мысль, но пока я в это даже и не ходил. Но, но, на, допустим, на ADS выставка, которая происходит тут каждый год в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, еще там пару городов, я обязательно. Давай, давай, да. И обязательно. Но это я просто в этом году не попал, потому что... Пообщайся, просто по этой тематике. Просто как люди это делают. Потому что это реально, действительно, бизнес начинается. Сейчас мы только тренируемся, на самом деле. На самом деле, допустим, если я в Пэти разбираюсь, сейчас я подхожу там... Да, ты можешь найти тот бренд, который тебе интересен. Или, например, ты торгуешь, ну, я не знаю, корму для животных. Его производят один, другой, третий. А ты, соответственно, берешь какой-то известный бренд, который не представлен, ты с ним переговор проводишь. И это самое... Потому что мы понимаем, что мы не говорим про бренды там топовые, даже не про средние. Мы говорим про просто, например, региональные бренды, бренды там на уровне страны. Я про гидрофлаг слыхать не слышал, что это такое вообще, пока я на Амазон не зашел. Ну, и там, фляжки всяк-то, это вода там, из лужи там пить. Ну, такие бренды, которые просто не мировые. Они именно крутые, но там, Амега... Или, например, бренды, которые развились на самом Амазоне. Там, я не знаю, Ола какой-нибудь, Окса какой-нибудь там, я не знаю, ну, которые так ближе-приближены. В направлении в бизнесе путь, господи. Ну, да, да, темой кайф. Я и говорю, а интернет, он абсолютно открытый. У меня вот сейчас ограничились исключительно-языковой барьер. То есть я просто не могу. Но на данный момент... Это все в голове? Нету никаких барьеров? Не, нет. Да, конечно. Сейчас на данный момент мы тренируемся просто, и все, я. Пытаемся, пытаемся что-то научиться. Пытаемся. Общими усилиями. Дальше. Ты задал вопрос. Открытие... Так, необходимость инвойсов от поставщиков. Ты сказал, что будешь на все вопросы задавать. Давай-задавай. Необходимость... Ну, попали... Вот инвойсы. Хорошо. Инвойсы... Я не знаю, Сергей здесь у нас. Сергей, ты здесь? Силу ходу. Давай, задавай. Ты по инвойсам как раз. Нет, ну ладно. Сергей, здравствуйте. Мы с вами по отзывам и сотрудничали с Волкобылкой. Я вам писал очень. Давай, Сергей. У меня вот вопрос по инвойсам. Вот так вот, допустим, да, ну, как со стороны СНГ, у кого нет фирм, допустим. Да. Вот у меня, допустим, верлицо открыто. Мне все понятно с этим. Я отковиков открыто. И все. Вот, допустим, да, вот я как со стороны, ну, уже по ходу тоже без, раз уже я говорю, у меня тоже вот вопрос. Допустим, ПЭТ. ПЭТ, я говорю, вот у вас какая, ну, ценовая линейка вот товаров в среднем вот вы торгуете. Ну, вот там, от 10 до 20 долларов, от 20 до 30. Ну, вот говорите, вы в ПЭТе торгуете. Ну, нет такой. Я вообще не смотрю на это. И не интересует исключительно маржинал. Я знаю, что у некоторых есть такое, что нужно брать не дешевле, там, такой-то суммы, не дороже, такое. Меня интересует исключительно маржинал. А маржинал сейчас интересует в процентах или маржинальная сумма в долларах? Только в процентах. То есть, если, допустим, два доллара купили, 80 центов заработали, то в процентах, соответственно, вас устраивает, да? 40%. Лично я, допустим, собнулся, вот, пресерчил, да? То есть, мы начинали с Денисом с ритейла, с ритейла мне не зашло. Я психанул, открыл его. Объясни, объясни, почему не зашло, да? Потому что... Ну, на самом деле, мне, честно говоря, не хватило крепения, если говорить откровенно, да? Потому что я в ритейле не смог на Кивилке. В опке я их вижу. Да? Но я вижу, что ты там покупаешь какие-то мисточки в опке за 2 доллара, бренда, да? И тебе, соответственно, приведет инвойс. И продаешь их по 12. Из РБА сбор комиссии это все забирает, у тебя там остается, грубо говоря, 80 цент чистыми, да? И как-то, тут в голове складывается, ну да, в голове складывается эта алифметика, что да, ты за 2 купил, как бы, завез на Амазон, там 11.77 ты его продал, да? Там у тебя что-то остается. Но, более того, как бы, из опыта лоджи-дромшиппинга, ты понимаешь, что из-за 70%, я понимаю, что должна быть широкая линейка. Только у нас еще, вот как бы, да, берет свои еще, если такие дешевые товары рассматривать, как я это вижу, то у нас еще обработка на предцентре забирает еще таких дешевых товаров и забирает еще маржуя обработка на предцентре. Доллар, плюс-минус, 60 центов, 50 центов обработки, вот мы работаем, да, с нашим Миротворцевым, предфейдом, да, нас все устраивает, отлично, предцентр, все, да, то есть, да, ну все равно, ну Саша там у нас свои там проговоренности, просто сам факт, и все равно она съедает это бешевую, я для себя понял, что надо искать дорогие, более дорогие товары, вот я сейчас попробую, да, смотрю для себя более дорогие товары, потому что там где эти мисочки, оно вроде да, тут фонг, там еще бренды какие-то, да, которые широко как бы представлены, они не закрыты на Амазоне, даже, ну, если аккаунты не на юрлицо, все, опять же таки, вот эта маржинальность, в процентах да, в долларах нет, то есть как бы так, вот я сейчас столкнулся, пришел к тому, что если вот мы тогда со стран, не в США, я забираю, спирт-центр будет при дешевых товарах забирать свою маржу, и по инвойсам, вот от вас инвойсам принимает Амазон? Принимает. А есть негативный опыт? Есть негативный опыт, да. Потому что вот я столкнулся, вот у меня забанили аккаунт, были две недели тому назад, я сделал инвойс, у меня приняли, то есть их прозвонили, там подтвердили, они тоже интересно так, они звонят, говорят, скажите нам, пожалуйста, мы наговорим номер инвойса, а вы нам скажите, какое количество, какое число, какие итемы, итемы прописаны в этом инвойсе. Ну, ребята все сказали, две разные, два разных инвойса подвал, договорили, аккаунт разблокировали. Но опять же таки, я пока исписал эту апелляцию и делал инвойсы, я столкнулся, что мы говорят, что с прозвонами и не подтверждают, ну, прозвон и подтверждают, а в Амазоне разблокируют. И аккаунты идеальные, и все. То есть, и разная тоже ситуация, для открытия бренда инвойсы с предцентра не подходят, а при равноутенке, грубо говоря, запросят, да, проходят. Вот что вы можете сказать из вашего опыта? Да, так, нет. По брендам проходят, по брендам не проходят. Оригинальные инвойсы по брендам тоже не проходят. Тоже могу сказать, из своего опыта. Если даже на себя оформлять, да? Да, я сам это делал. Я открывал бренд. Я тоже, ну, понимаете, как я иду и делаю, то есть, да, да, иду и делаю. Я завожу с одного поставщика. Вот поэтому, как бы, поставщики и все остальное пока так работает. Нет, вот вы говорите, вы подавали настоящими инвойсами, вас не открывались, да? Нет. А ваши действия? Вы звонили в Amazon? Я покупаю другого поставщика. Да, я звонил, писал. Я покупаю другого поставщика, отправляют, принимают. А предварительно вы списывались с Amazon? Ну, то есть, от такого-то, от такого-то подойдут инвойсы, нет? Я же говорю, что я, ну, мне проще, я это не делаю, мне это не надо, ну, как сказать? Я созваниваюсь, но усилия по всем вот этим задачам, они настолько дольше и сложнее. Мне проще было купить товар у другого поставщика и... Я понял, я понял, не, ну, там, если брать ПЭТ, то там не такие уж и суммы, даже для наших стран, там не такие уж и, нет, не только для наших. Если ты парк, то 250 долларов, чтобы был фри, с там, с там, фри, а, минималку, фри шип, по складу. Да, не прошло другого. У меня такие сейчас отношения там с поставщиком, что я ему говорю, слушай, ты мне зачти там то-то или зачти там то-то, и он говорит, не проблем, я говорю, слушай, ты пока не этот самый, я тебе его верну. Он говорит, хорошо, возвращай, без списка, без каких-то разговоров. Возможно, там потратишься на доставку, может, кто-то фи какой-то поставщик захочет взять. Это же такой же самый бизнес, и тут надо договариваться. Нет, да, это человеческий фактор, понятно, никто не отменялся, либо это бы не было, какая-то страна, это же, вот, с полицей. Вопрос в том, что вам это дороже, да, это вам дороже, но у вас просто будет чуть-чуть другая, чуть-чуть тактика отличаться от той тактики, которую применяю я, потому что у меня, ну, дешевле, но у меня другие проблемы, у меня отсутствие времени, у вас этого времени больше, я это время трачу на... ну, так далее. каждый платит за свое. А у вас там, допустим, не все, чем вы занимаетесь, или у вас помощник, или как у вас это? Сейчас у нас, да, у нас уже группа. Ну, я... ну, у меня группа всегда была, я еще из Украины, у меня есть сотрудники, которые там работают. Вы отталкиваетесь от поставщика, или от того, что вы находит Амазон, скажем так? Я не профил в глаз, спасибо. Долгое время от поставщика. Сейчас уже нет, сейчас система ресерча чуть-чуть меняется, и она, я думаю, улучшается, и мы можем уже себе позволить отталкиваться от товара, потому что больше поставщиков, потому что есть возможность быстрых каких-то движений, есть помощники, которые помогают там, вот выйти, если это надо, бывают еще какие-то задачи, у них есть там некоторая автоматизация по поиску этого товара, такого количества поставщиков. И вот, пользуясь случаем, тут вот, может быть, сразу пару ответов на чат, то я так смотрю, что скоро уже и время. Насколько времени у нас это дело? Да нет ограничений, по большому счету. Нет, да? А, окей. Вот, поэтому, ну, сказать, как будет развиваться дальше это все дело, вот все верно, Сережа, все правильно, вопросы, абсолютно, как бы, в тему. Как поступают, у меня просто есть опыт не только своего, своей работы, но еще и тех людей, которые у нас заказывают. И я скажу, что подходов миллион, и кто-то, кто-то сознательно идет на дешевые товары и платит и платит за преп-центр и все остальные задачи, потому что он ставит себе цели. Какие цели, это ему понятно. Он делает дешевой магазин, он делает какую-то подборку и что-то, ну, это каждый делает что-то свое. Мало того, еще же надо не забывать о том, что нужны отзывы на продавца. Если ты будешь сидеть на 10 продажах в месяц с маржинальностью в 15-20-30 баксов, такое тоже возможно? Да, я понимаю, за что говорите, что отзывы на продавца не сыпятся, но когда PFBA торгуют, что они как бы прилипают. В принципе, с продавцом сложности нет. Если 3000 единиц или 300 это разное. Я сейчас за 100 отзывов или за полгода 100. А трейдфонером пользуетесь? А? Фидбайком пользуетесь? Магогинем что-то. Какая конверсия? Сколько там прилипает? 5% 5% нормальных. А вы только PED рассматривали для себя? Потому что PED, так понятно, на старте одно из самых таких, как я на данный момент вижу, беспроблемных относительно если видишь. Только PED. Еще есть где-то 2 направления, но опять же они появляются в направлении от поставщика. А не от этого. Это как и в привате зацепился за один товар и понеслась. ниша подсказывает рядом. Или производитель. Видишь что и ты видишь куда двигаться. Ну да, или ниша или производитель дает информацию. 100-тысячник человек ближайший ко мне с которым я могу об этом поговорить и которого я немножко мониторил. Это онлайн арбитражный. Он вообще не открывал никогда ни у кого никаких поставщиков. А чем кстати меня просветили самую бестолковую онлайн арбитраж от ход сейла. ритейл понятно с ритейла скупает. Он арбитраж это он просто ищет сайты онлайн продажи с винкой. Все я понял. Все вопрос нет. Он это закупает все я понял я понял все. А я закупаю у оптовиков. Ну да все ясно. Вот и он говорит он 100 тысяч торгует последние 5 лет. Парень молодой я у него спрошу что тебе не хочется миллион 2 5 15 он улыбается говорит мне нравится. Я говорю что с ресерчем он говорит ну конечно постоянно ресерч 5 человек у него 3 или 5 человек Как он и кормит со 100 тысяч 5 человек не знаю ну так вот да пахистанские дети которые вместо мячиков ресерч 40 плюс у него руи ну то есть 40 центов долларов ну понятно он на большом арже сидит ну наверное большая маха да но зато я говорю а какие продажи сколько от веса он говорит ну 100 200 я говорю я на такой весах даже не ну наверное с байбокс получать какой-то маленький процент да и все тактика и стратегия может быть какая угодно и по поводу работы еще раз я хотел бы обратить внимание потому что все говорят про то что ну как-то ты неправильно хулсейлом занимаешься как-то надо по-другому надо как-то идти договариваться еще раз хочу сказать о том что идти договариваться нужно с базой если не торгуешь товар если ты в этом деле не соображаешь то говорите чем-то с кем-то договариваться я скажу как открываются поставщики которые хотят иметь хороший канал продажи они тебя вытряхнут высушат они с тебя стребуют одно второе третье потом там вплоть до того что tax return за прошлый год могут попросить или фотографии там я не знаю улыбающихся клиентов кто его знает кто чего там может попросить или фотографии твоего магазина или там я не знаю ну в общем я к тому хочу сказать что не надо это сейчас для тех у кого есть даже 500 тысяч в обороте нет нечего даже говорить о том чтобы разговаривать о каких-то серьезных договорах если они навесят на тебя договор заколебаешься выполнять да вернемся к тем вопросам которые у меня здесь при росте оборота необходимость автоматизации процессов да ну это то что касается подсортировки прайсинга не секрет что Амазот смотрит за двоим двоим запасом товарным вылетающий из в out of stock там достаточно часто будешь иметь проблемы с продажей поэтому отусток избегаем автоматизация подсортировок подсортировки зависят конечно от поставщика конечно от службы от этой почтовой и так далее то есть это все надо как-то автоматизировать ну и соответственно прайсинг прайсинг тоже приходится автоматизировать потому что вот этот вот товарищ 100 тысячник он говорит я свои цены практически не меняю очень редко вот он посчитал что он должен продать за эту цену и стоит пока она не продастся в моем случае у меня всегда есть некие там где я устанавливаю минимальный прайс максимальный прайс стоит репрайсер есть 4 модели репрайсера которые отслеживают цену росты компетишн и так далее но сам по себе репрайсер достаточно простой в общем-то так дальше ну а плюсы тот что размер хода небольшой вот тестовые продукты могут занимать до 10 до 20 процентов что не мешает основному обороту прои от 20 30 ну 20 я поставил это если надо платить за обработку товара 30 я думаю это вообще как бы ну стандартная цифра которой можно допиться 40 и 50 ну рекордные были у меня сейчас есть продажи по 120 процентов рекордные были 250 процентов и 300 процентов но это все ненадолго обычно такие такие наценки живут недолго вот но это имеется в виду если разработать с этой бандлы то можно продлить срок службы товара срок жизни товара то есть его рост его удерживается высокая цена там какое-то время пока тебя не нашли пока не начали с тобой конкурировать или не смогли создать подобное я знаю пару бандлов которые я слежу очень интересный товарищ блин уже почти полтора года он его продает один на листинге потому что в этом бандле лежит какая-то фишка вот а сам товар брендер вот продажи у него там неплохие так ну вот собственно там основное да пару вопросов которые мне часто задают я хотел сразу писать нужно ли работать одному до определенного оборота я думаю тысяч наверное вот если учитывать работу препцентра я думаю тысяч до пятидесяти можно легко сколько нужно на старт ну так чтобы зарабатывать в принципе я и на трех тысячах месяц где-то проработал где-то это вязными выходит где-то около восьмиста тысяч долларов вот где-то тридцать процентов ну это зависит уже там от затрат вот на сейчас оборот где-то 20-25 где-то под четыре должно набежать вот в принципе желательно не начинать блин сто сто пятидесяти долларов шести ста просто это мучение больше чем выход с ним ну вроде все так у меня вопрос был по поводу ты сказал что ты просто приватовский товар завел на валмарт что-то для этого сделал какие варианты есть ну какие варианты а как регистрация компаний ну да то есть просто взял и так давать на валмарте что для этого требуется в принципе для мне пришло письмо от валмарта или я нет мне пришло письмо от валмарта о том что приглашаем вас участвовать в нашей фирме я не знаю как они по какой причине мне его прислали вот я написал им они мне попросили документы я отправил документы они назначили мне собеседование там через неделю по-моему или две мы собеседовали по телефону потом они еще что-то попросили я еще что-то отправил и эта вся канитель тянулась блин 4 по-моему месяца или 5 я особо не надеялся на то что-то будут там открыты потом они прислали мне поздравления о том что вы открыты мне еще тогда нечем торговать было просто прислали и просто я зарегистрировался я ничего для этого не делал на тот момент у меня уже все было я ресерс сертификат делаю сразу я открываю компанию делать все чтобы можно торговать и у меня это все было на руках я это все предоставил мне еще ничего не было ни товаров ничего потом я сел начал смотреть как эти листинги делать это конечно мучение страшное и тогда было мучение и сейчас это мучение и оно работает через раз половина работает половина не Потом уже этот товар появился, мне предложили его, я его взял на реализацию, не платил денег, просто мне прислали 50 штук. Я его просто выложил, посидел там полночи, потом списывался с поддержкой, в конце концов выложил, у меня начались продажи через пару дней. Что я делал? Ничего не делал. Понятно. А почему тебе письмо прислали? Ну как, почему? И с чего это? Мне вот никто не шлет письма с Walmart, у меня только одному моему знакомому прислали письмо, мне вот что-то никто не шлет, я уже шел бы там на Амазоне ковыряюсь. Ну значит после регистрации компании, я не знаю. Я понял, хорошо. Какие продажи Walmart, ощущения, то есть сравнение, вы же торговали, я там торговал, Амазон на... Десять раз минимум. Я смотрел, потом ему разбанили с этим товаром, или он завез какой-то другой СИН, я тогда не разбирался ни в СИНах, ни в чем. Вот, я смотрел, сколько у него продажи, методом вот этот 999, я уже не помню, чем. В десять раз, в десять-двадцать раз продажи на Амазоне выше, чем на... А, таксы, вот эти все, там, затраты... Таксы, как я могу рассказать, какие у вас... У тебя, у тебя, я имею в виду, в сравнении с Амазоном, сколько им, тридцать процентов берут, двадцать, сорок... Нет, у всех одинаково, у всех приблизительно пятнадцать процентов, в зависимости от ниши товара. Что eBay, что Walmart, что Amazon, они же не могут особо сильно отличаться. Все пятнадцать процентов берут, ну, там, двадцать, я скажу, ну, там, тридцать, у кого какие, какая ниша. Понятно. На моих вообще восемь процентов было, именно на этом товаре. А на другом товаре, который я продавал, вот эти вот чашки медные, которые я завез, я на Walmart я продал пять штук, помогли, десять, а на Амазоне тысяч, ну, девятьсот. То есть разница вот такая. Ну, понятно. Moscow Mule Mag? А? Moscow Mule Mag? Да, да, да. Который из Индии или из Китая? Из Индии, да. Из Индии? У нас не были, реально. Ну, все так говорили, когда приходили. Нет, самое что смешное, прям реально, такие вот товары определенные, которые в определенный момент приемли, почему-то никто их не возил в таком количестве, бах, то ли где-то посмотрел, то ли увидел, и все начали им торговать, бах. Там еще, то есть у меня таких товаров было с десяток, наверное. И прям народ, прям толпой там. Я не знаю, какие-то курсы проходят. Маски для подводного плавания, сноукерил, ну, это. Да, вот, и поэтому Walmart, Walmart надо, вообще Walmart не хочет, чтобы продавали из каких-то других площадок. Поэтому я все отправлял издом, всегда, никогда не отправлял с Амазона. Пару раз, когда у меня эти кружки вылетали, у меня их здесь не хватало, или что-то, я уже не помню. А, я хотел сэкономить на доставке, я отправлял из Амазона. Но говорят, что вроде как он ругается, там, банит, что ли. Ну, я не знаю. Понял, у тебя вопрос дает, Сергей, а можете ли вы помочь с закупками у поставщика? Нет пока документов, тупо не продают, нет результата, нет ресурс-серсификата вот этого. Ну, это, я в любом случае, контакт оставлю, вы там сами пообщайтесь. Как бы, ты помогаешь вообще в этом? Нет, я просто не знаю. Да, конечно. Ну, значит. Это вторая часть моего бизнеса, мы тупо помогаем в этом, абсолютно. Значит, оставлю контакт в мероприятии, и, то есть, ну, везде оставлю контакт, и Сергею обратитесь, вот, он вам поможет там. Чем сможет помочь? Единственное, я так понимаю, к сожалению, нет единого решения по этим дурацким имбойсам. Правильно? С одного места не проходит, с другого не проходит. Ну, просто у меня вот проблема... Я считаю, что мы помогаем в этом лучше, чем компания, в которой ты купишь напрямую. Ну, никто не будет в той компании отвечать на звонки. Ну, понятно. Это никому не надо. Так, ладно, значит. Мы пытаемся, блин, это дело как-то совместить, да. Это наш менталитет русский, который не умеет не разговаривать, грубо разговаривает, на звонки не отвечает или еще что-то, и американцы, у которых нужно все время сюсюкать, можно все время говорить хаваю и так далее, и так далее, и так далее. И если что-то не так, он просто с тобой перестает общаться, и, конечно, помогать никто не будет. Не будут помогать. Ты заплати деньги, и тебе пришел товар, все. Если тебе имбойс дали, и Амазон будет туда звонить, и они верят, что кто-то там будет отвечать. Я думаю, что никто не будет. Прикольно. Да, сто процентов. Вот, ну вот как раз эти нюансы, они интересны. Так, у меня вопрос какой. Ты вот рассказал плюсы-минусы, ну, дробь мимо проскочил, по большому счету, приват и вот этот хотсел. Для меня лично хотсел, если, я не знаю, можно объединить их вместе с онлайн-арбитражом, нельзя, но в любом случае это такой бизнес, который, если правильного делать, он более цивилизованный, чем приват, на данном этапе развития, на котором, по крайней мере, я нахожусь. И его проще масштабировать. Ну, если бабки есть, естественно. Как ты считаешь? Да. И я считаю, что для меня сейчас нет потолка. Это мне очень нравится. Это очень круто. То есть я не вижу, блин, причин, почему нельзя продавать на 200, на 3, на... Ну, что тебя ограничивает на данный момент знание, деньги, время? Только деньги. Только деньги, и все, да? То есть никаких, в принципе, других ограничителей вообще нет. А почему не брать тогда инвесторов, а американские компании кредитуются на Амазоне? Да, пожалуйста. Считаешь, что риск достаточно высокий, лучше на свои деньги крутиться, правильно? Не близкие дела, мне не дают. А, пока не дают, понятно. У меня просто есть... А в Амазоне то, что предлагается, мне неинтересно. Ну, дорого там. А здесь я хочу здесь это получить, в Америке. Я понял. Нужно получить с тем, чтобы растить компанию, чтобы потом другой... Вот этот поставщик зашел к тебе на этот самый, на твой профиль в говермент и посмотрел. А, вот этот чувак, вот так вот он стоит, вот там он находится, вот такие вот у него количество людей. А потом зашел, сделал запрос за 40 баксов по твоему кредитскору. А, так у чувака, вот он, мой кредитскор крутой и все остальное. Вот тогда можно о чем-то разговаривать. А пока, ну, как бы, вот мой банк, в котором я 2 года, в котором оборот и все остальное, он пока отмалчивается. Ну, я понял. Я иду в мелкие банки, мне даже не важно, там тот процент, который... Мне важно, чтобы, в принципе, это дело... А почему тебе Амазон не нравится? Что не устроит? Там процент, насколько я понял, приличный. Амазон это ничто, Амазон это просто компания, которая тебе... Нет, нет, это понятно, это другое. То есть он тебе дает на развитие твоего бизнеса внутри Амазона, он тебе не дает там... Даже не внутри Амазона, он тебе просто кредитует, да и все. Некоторые аккаунты, вон там, с 16-го года берут для чего люди? Для того, чтобы все деньги оттуда выдергивать. Чтобы оборот поддерживать. Классические банки мне дали именно вот бизнес. Классический банк дает тебе историю, это понятно, я понимаю. Ну, вот это вот так положено. Но сейчас мне... Ну, в принципе, я, кстати, не знаю, я не на Амазоне, а вот эти компании, которые присылают мне всякие предложения, сейчас идет переговор с... Как он называется? От PayPal есть лендинг... Как-то что-то там, бла-бла-бла, лендинг. Так они тоже, они тоже собирают информацию, будь здоров, они хотят и tax return. Они со всех моих четырех банковских аккаунтов собирают statements, причем сначала они взяли за 4 месяца, потом еще попросили, потом еще с персонального statement собирают. То есть там тоже все не так просто. Ну, понятно. Все взяли и дали. Я много раз слышал, что там приезжаешь, надо кредитную карту быстрее брать, чтобы у тебя история была. Да, кредитная карта у меня сейчас работает, и она это все хорошо, но это все равно не бизнес-план. Ну, конечно, конечно, ну, время, я говорю, чтобы у тебя как-то, ты просто, если у тебя этого нет, ты вообще вакуум просто находишься. Да, да, пока мне нужно вот именно вот это. Ну, а с другой стороны... Ассимилироваться тебе нужно, короче, постепенно. Build, build, vending, build, как-то так называется компания. Понятно. Так, ладно. Еще вопрос есть у кого-нибудь? Я, в принципе... А я что, не знаю. Коллеги, здравствуйте, меня слышно? Да, отлично. Сергей, подскажите, пожалуйста, вот вы сказали то, что вы в основном выкупаете товар у автопоставщиков. Но для того, чтобы торговать полностью легально на Амазоне, вам нужно как минимум два документа. Это инвульс, который вам предоставит этот поставщик, и авторизационное письмо от бренда, которое подтверждает то, что вы имеете право продавать этот бренд. Вот, по идее, у вас же нет вот этого второго документа, когда вы вкупаете у автопоставщиков. Были ли у вас проблемы с банным аккаунтом по этому поводу? Вы имеете в виду, что когда идет запрос на request approval, так называемый, да? И там появляются два требования. Invoice, в котором должно быть не меньше 10 единиц, там, тра-та-та-та-та-та-та, должен быть имя поставщика, телефон и так далее. И второе, письмо, разрешение от бренда, правильно? Ну, да, да. Но достаточно инвойса. Там вроде же или-или, но или инвойс, или письмо. Ну, вот я просто думал, вот когда вот эти вот случаи, когда у вас не принимают инвойс, может быть, если бы было письмо как раз от бренда, как бы обошли эту ситуацию? Да нет, ну, если инвойс сложно получить, бывает, то письмо, мне кажется, еще сложнее. Знаете, когда ты находишь товар, который ты планируешь продавать, планируешь, да, ты видишь в нем перспективу, там, 100 долларов в месяц на нем заработать, и ты посылаешь инвойс, и тебе говорят, ты не можешь работать, ты разворачиваешься и входишь. Есть же еще второй вариант, когда, допустим, вы закупились, вы продаете, у вас есть инвойс на руках, но Amazon приостанавливает ваш аккаунт и говорит, пришлите там либо инвойс, либо вот это оптимизационное письмо. Понятно. Вот, и вот, допустим, вот, если, допустим, на вас бренд сам пожалуется, то есть вы же не официальный дистрибьютор его, можно ли быть такая ситуация? Нет, только есть, есть. То есть у вас в косты-то есть, да, а письма-то этого нет, и получается, вы уже никак не разбанитесь. Слушайте, я сейчас отвечу, попытаюсь ответить то, что я знаю. Я задал этот вопрос парню, который торгует на 60 миллионов за 5 лет, да? Ну, не знаю, кто-то видел, слышал, я не знаю, неважно. Это было неделю или две назад. Здесь, в Нью-Йорке, была встреча, он приезжал. Я у него точно такой же вопрос задал, потому что за пару дней до этого бренд, о котором я даже не догадывался, там, вот этих вещей, о которых вы говорите, прислал клейм, нарушение авторских прав. Я сделал апелл, тра-та-та, отправил им инвойс, писал, сделал ссылку на правила Амазона, где описывается, что такое нарушение авторских прав. Написал, что мы сделали и что мы делаем для этого. Ну, короче. Мне Амазон сказал, а мы-то тут при чем? Вон, обращайтесь к этому самому. Я эту всю ситуацию рассказал этому товарищу. Ну, почти так, вкратце. Он говорит, ну и что? Я говорю, ну что, какие мне задачи делать? Что, мне надо идти к этому и просить разрешения? Я пошел на сайт, а на сайте ставщика он мне говорит, мы не разрешаем продавать эти вещи. То есть вот просто тупо на Амазоне мы это делать не разрешаем. Окей. Я понимаю, что вероятность того, что получаю это письмо от него, равна нулю, потому что я, во-первых, не у него покупал. Я просто покупал у оптовика. Во-вторых, а кто-то есть такой, почему ты должен получить это письмо? Если никто не продает, то ты не получишь его точно, правда ли? А то, что там продают еще 4-5 продавцов, ну это как бы проблема этих продавцов. Сколько они еще там это продавать будут? Да, такой вопрос есть. Он мне сказал, ну и что? Что ты хочешь с этим делать? Ты хочешь дальше продавать? Я говорю, подожди, вопрос не дальше продавать. Что в принципе делать с этим вопросом? Он говорит, ну у тебя документы есть? Да. Забанить они тебе не имеют права. Амазон тебя не забанит. Я говорю, ну окей. А что тогда делать? Он говорит, ну если бренд не хочет, чтобы ты продавал, не продавай. Я... А что, у тебя много товара? Я говорю, ну... Он говорит, ну хочешь, пусть продаст какой-нибудь другой продавец этот товар. Я такой, да? Он говорит, ну да. Давай я у тебя его куплю и продам. Вот такой был ответ. Я не знаю, устраивает он вас, нет? Ну мне кажется, он погорячился насчет того, что Амазон не забанит. Мне тоже кажется. Если вы нарушаете инфекциональную собственность, то Амазон строго за это карает. Вот этот вопрос. Инфекциональную собственность я нарушил. Ну, они же не разрешают, допустим, продавать их бренд на Амазоне. А вы продавали. Есть, есть такой момент. Но это с приватом связано то же самое. То есть Амазон неадекватен. Он отреагирует, может как проигнорировать, так может спокойно закрыть запросто просто. Прочитайте, пожалуйста, внимательно правила Амазона по поводу нарушения интеллектуальной собственности. Ты не можешь нарушать интеллектуальную собственность, продавая товар. Еще раз. Если ты купил товар, и у тебя есть документы на этот товар, нарушить интеллектуальную собственность ты не можешь. Ну, вот эти документы просто ты будешь отправлять индусам, а индусы примут решение первый раз, например, в пользу этого, и потом ты будешь с ними бодаться, аккаунт закроют. Ну, то есть вот эти моменты. Сложность именно с этим. Сложность, ну, ну, как сказала бы. Хорошо. Сложности такие есть. Но они не такие, что они... Да, да, я согласен, я просто уточнил, да и все. Нет, нет, сейчас, секунду. Никто аккаунт по поводу этой жалобы не закрывал. И не могут закрыть, потому что товар имеет документы. Аккаунт не закрыт. Заблокированы два осина для продажи. Но если я поставлю себе за цель, я смогу их разблокировать. Но я не буду этим заниматься, потому что там одна единица на одном осине, вторая единица на другом осине. Потому что этот товар был закуплен для теста. Потом я увидел, что что-то с этим товаром не так. Я увидел, что количество продавцов мало. Потому что в продавцах есть... Ну, не важно. Я потом уже начал разбираться с этим товаром. И я увидел, что, в общем-то, дальнейшие закупки по нему довольно-таки неприятные. Ну, как-то так. А вы в ресерче учитываете этот момент? То есть перед тем, как закупаться, вы смотрите? Там их сайт, разрешают ли они вообще на Амазоне торговать или нет? Нет. Я понял. Хорошо, спасибо. Ну, Сереж, если я правильно понял, то если у тебя есть... Да, вот это стоит. Да, надо. Надо. Ну, просто, когда идет ресерч, у меня нет такой... Ну, всегда, в принципе, просто надо сделать, что каждый товар должен быть проверен через сайт-производителя. Ну, спасибо. Надо будет это учесть. Ну, понимаете, как сказать? За все это время количество запросов, оно, во-первых, появилось только неделю назад или два. Я же продаю не 5 лет. И пока я не знаю еще, во что это вылезет, в какую автоматизацию в следующий раз. Да, я просто почему спросил. У меня был один аккаунт на дропе, который как раз улетел в банк из-за нарушения трейдверка. То есть я продал его какой-то бренд, уже не помню какой-то, давно был. Вот, и аккаунт улетел в банк. То есть не просто осинком не разрешили торговать, просто перманентно забанили аккаунт. А этот товар был на складе или был в FBM? Это был FBM. То есть не через FBM. А у вас был документ на этот товар? Честно говоря, даже не помню, потому что там прилетел такое, ну, стандартное письмо, что, мол, вы нарушили трейдмарк, пожалуйста, идите вот к владельцу. И, в общем, типа мы ждем от него письмо, то, что он отклоняет эту жалобу. Они даже не просили инвойс. Я, допустим, такое снятие с владельца сделал, в принципе. Я взял это письмо, которое сделало пив, и отправил владельцу, и сказал о том, что окей, я признаю твои права на твой товар, но нарушения авторских прав здесь не было. Пожалуйста, отправь Амазону снятие и сделал копию на этот, на нотис, на Амазон. Мне тот, кто имеет авторские права на эту игрушку, это игрушка для собак, он мне прислал, да, хорошо, мы это сделаем, пришлите, ну, и там попросил еще дополнительную информацию о нашей компании, там, еще что-то, я ему написал, я отправил, я не вижу причин, почему он не должен оптовать это. Ну, это вы напрямую, наверное, у него товар, потому что покупали, то есть он вас знал, а с ним? Абсолютно, я покупал оптовика. Ну, просто не все так вообще отвечают, многие вообще забивают, даже на письма не отвечают, которые им шлешь. Ну, опять же, от вас зависит, я не понимаю, почему вы не можете туда позвонить, я не понимаю, почему вы не можете написать. Да, мы звонили, мы звонили и писали, как бы. Куда, вы, вы, в компанию. И в компанию, и в Амазон, и в юридическую компанию, которая предоставила эту претензию. И толку нет. Стандартная ситуация. Да, 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 все правильно. Но вы же не подделку продавали? Нет. Значит, у вас должен быть, документ должен был быть? Ну, вот, допустим, я купил этот товар на том же Гоупарте. Амазон не примет, инвозь, словно. Я же говорю, сейчас про дропы не про... Нет, он и не принимает, это ж новое. Нет, подождите, подождите. У меня-то документ от оптовой компании, и, вероятнее всего, они продают этой компании. То есть тут цепочки не длинные, здесь цепочки всего, ну, максимум, ну, один человек. Между мной и, грубо говоря, авторским этим производителем. Здесь нет такого, что там 50 перепродавцов. Ну, может быть, но, не знаю. Ну, скорее всего. Я написал эту компанию, в этом инвозе стоят их координаты. То есть, ну, как это, это не Walmart, это не одна штучная продажа, это комплексная покупка. Тут не только этот товар, а вообще там его много. Ну, я не знаю. Ну, и опять-таки, если бы мой аккаунт заблокировали, ну, я не знаю, я бы не остановился на этом. То есть, есть боссы, неважно, ну, хорошо, Amazon это сложная там система, но у компаний, ну, открываешь клеймы, ну, я понимаю, что еще тут можно обратиться к адвокату. Ну, я понимаю, что это, как бы, это совсем уже другие задачи. Ну, в принципе, невозможно, здесь очень долго, здесь можно полгода бороться, но, как бы, система один раз допущенная, если ее не останавливать, если ее не оставлять, она, ну, как можно сказать, я снимал офис и security deposit, который они просят за первый, по-моему, месяц, за последний месяц, они меня не возвращали. Компания оффлайн, это офисное здание, и то же самое. Я пишу, они мне говорят, ну, мы отправили, я пишу, отправили, то есть, ну, а что тут делать, бюрократия. Ну, так просто взять, и они вам ничего не ответили, но я не знаю, почему так, это не могу сказать. Клейм есть, любой юрист с удовольствием возьмется заработать денег на этой компании, или на вас, неважно, или самому это делать. Ну, в конце концов, я сам докачал, и вот пока не дошел до высшего руководства, они не могли решить. Ну, это человеческий факт, я не знаю, что сказать. Понятно, я понял, спасибо. Да? Ну, я думаю, что в любом случае, если есть документы, вот, от поставщика, который имеет разрешение продавать это, например, оффлайн, они на Амазоне и так далее, то, соответственно, ваш аккаунт точно не могут заблочить. Тут нет как-то такого разрешения, да, да, есть разрешение, вот оно публично. Вот они сказали на сайте, мы продаем онлайн третий сайт, то есть третий сайт мы продаем. Не продаем. Амазон, Эвей, Волмарт, тадататататататат. Вот если на сайте поставщика так стоит, вот тот же оптовик, он ничего уже не нарушает. он продает на третьем сайте, да, грубо говоря, но не на Амазоне. Он продает тебе и ты покупаешь, это не его дело, куда ты потом это едешь. Ну и все. Если они так заявляют публично, они это легко оспорят. Если они этого не заявили, они не могут это оспорить. Ну это уже юридическая часть, я так понимаю, больше пошла. Тут больше такое, да. Я не силен в этом, и да, надо будет это изменить как подход. В общем-то, да. Но есть еще варианты, которые никак не подконтрольны. Вот есть кейс, где вот тупо компания снимает листинг, то есть обращается в Амазон и листинг пропадает. Это те риски, которые, да, в бизнесе присутствуют. И поэтому снижение или как управление этими рисками – это дело каждого. Когда ты завозишь 600 штук на какой-то листинг, ты уже должен быть уверен и понимать всю поднагодку. Поэтому, когда ты завозишь тестовую партию на 5 штук, ну ты, конечно, еще сильно не присматриваешься к поставщику. А когда ты уже готовишься завести туда 150 штук, тогда ты идешь на сайт поставщика и начинаешь разбираться, вообще-то я могу этим заниматься или нет. Но со своих 5 штук ты уже как будто прибыль получил. А если не получил, ее забанили, ну окей, ты знаешь, что это может произойти и ты можешь вылезти с этим товаром, потому что туда зашел Амазон. То есть все, что вы говорите – это больше страхи, чем как бы реальное влияние на твою деятельность. И тот чувак, у которого есть один аккаунт, он прошел через это. Сто процентов прошел. Нет таких людей, которые бы не прошли через это. Настолько просто подать жалобу, я даже не знаю, какие жалобы можно придумать. И эти все жалобы можно подать. И на продавца, и на товар, на кого угодно. И на онтейтик, на что угодно, правда? Поэтому, когда ты идешь уже на большие объемы, ты все это будешь рассчитывать. И когда ты вышел такой, смотришь – ой, елы-палы, а я-то не могу работать с этим товаром, разворачиваешься и уходишь. И потом у тебя есть какая-то обойма всего там из пяти товаров, на которые ты ставишь ставку. Ты звонишь своему поставщику. У меня же такое есть. У меня есть какое-то мыло там, желтого цвета. А я вижу, что, если я сделаю линейку и стрелку этих мыл, то будет линейка мыла. Я звоню и говорю – поставь мне, пожалуйста, еще сто штук. Он где-то там находит и ставь еще сто штук. Я начинаю. Я вижу, что я буду сидеть на этом листе. Я начинаю с ним договариваться о том, чтобы это мыло всегда было у меня в заказе. Это уже другой подход. И окей. Но для старта можно, конечно. Можно еще сидеть и смотреть на то, как смотрит на то, как ты продаешь этот бренд. Но когда ты пять штук завозишь, не знаю. Сначала всю большую работу проделать, потом завести пять штук, туда зашел Амазон, и ты думаешь – блин, зачем я столько времени потратил на это? Короче, это суть подходов. Сергей, вопрос можно задать? Конечно. Слышно, да? Я так понял, вы говорите – постоянный поиск товара, ресерч. А не проще избежать эту всю рутину, сразу обращаться к бренду, производителю, и у него постоянно нарабатывать историю, закупать и продавать на постоянных писингах? То есть не искать постоянно вот эту, как бы, цепличность, которая постоянно заканчивается, а работать… Вопрос, мне кажется, вот я с этого начинал, в принципе, вопрос, вот я хотел бы как раз по этому поводу сказать. Да, ну зачем, как бы, усложнять эту рутину, нанимать людей… Сергей говорит, Сергей говорит, что с вами переговоры проводить приличные компании не будут. Вот, это сложно. Компания, наработка, там, пришел, я вас закуплю сейчас на тысячу, продам, куплю на полторы и так дойду до 20 тысяч через год или, там, через три месяца. Многим это не интересно. Ну, просто разные компании, соответственно, второй момент, второй момент, помимо закупок, Сергей очень долго говорил о том, что, ну и вообще, в принципе, понятно, что дистрибьюция, она тоже определенная. Определенная, она может быть дистрибьюция эксклюзивная, может, не эксклюзивная, может, онлайн, может, только Амазон, может быть, там и другие-другие каналы сбыта. Соответственно, если мы говорим конкретно, то есть, приходим в какую-то компанию, надо понимать тоже, разрешают они торговать там или нет, торгуют ли они онлайн или нет, хотим мы эксклюзив на Амазон, хотим мы просто торговать на Амазоне. На каких условиях? Потому что мы можем прийти на Амазон, через, там, мы раскачаем этот бренд и через какой-то период времени придут дропшиперы, там, я не знаю, онлайн-арбитражники или, там, те же, волсейл, там, я не знаю, да все равно кто. Я понял, Сергей, как бы, просто уже в ТВК, как бы, закупается и ищет у него товары и продает, то есть, а не проще, например, ну, как Денис тоже подметил, можно сразу на Амазоне, как бы, эти товары, которые уже там продаются. То есть, соответственно, бренд уже не против, если там товар, как бы, продается и развивать его. Ну, понятно, которые уже там есть, просто именно залезть как раз и торговать, просто сконцентрироваться не на десятках, сотнях, листингах, тысячах, а именно на одном-двух брендах, которые просто симпатичны, на которых есть маржа и интересная работа. Да, 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 я как раз вот, да, про это говорю. Может быть, даже, я так понимаю, бандлы сделать заранее уже из этого же бренда, я так понимаю. В общем-то, ты в двух словах описал две составляющие. Это объемы, каналы продаж. Все, кто занимались когда-нибудь оптом, все это знают. А Америка вообще законодатель этой штуки, потому что здесь правила в бизнесах – это превыше всего. Если ты не вписываешься в правила, которые уже есть, точнее, не так, ты уже вписываешься в правила, которые уже есть. И что можно предложить компании, если у нее есть правила? Сидит обычный индуст в этой компании, у нее написано, скрип, компания сделала заказ на 500 долларов в течение полугода. Идет вот по такой шестой А категории. И ты приходишь и говоришь, а давайте я вас буду продавать на Амазоне. Они говорят, хорошо, ты у нас шестой А, вот становись за седьмым Б, то есть за пятым Б. И вы, когда, я пытаюсь это донести, очень много людей, которые, ну как сказать, наше понимание хотят сюда принести, сказать, вот у нас есть какой-то ноу-хау. А здесь тут чувак, который 15 лет этим занимается, и он говорит, да, хорошо, шестой А, вот пятый Б, и ты следом за ним. А ты ему говоришь, а я хочу вот там, давайте, а вот с кем, да, хорошо, ты шестой какой-то, а ну ладно, будешь шестым. Все. Но на сегодняшний момент. Я знаю компанию, в которой, когда мы начинали, ну всегда тут все срабатывают, скрипты, тебя очень хорошо, ласково называют, с тобой смеются и все остальное. Ты думаешь, Ля, ну так я классный, и как бы сейчас будут специальные отношения. Через какое-то время ты понимаешь, что ты, блин, в обои, и в этой обойме тяжело выйти. Я ему звоню и говорю, слушай, но наши, наши заказы, они же такие, ну мы стараемся, мы вот, мы стараемся, мы вот стараемся, и у нас сейчас уже 500 долларов закат. А почему так? Семь дней закат готовится. Разве так может быть? Семь дней. На что он мне тоже так ласково, вежливо говорит, ну вы понимаете, у нас есть градация наших покупателей. Это откуда вот сейчас я говорю. Наши покупатели, у нас есть, вот он меня назвал какую-то цифру там, какую-то категорию. Я говорю, окей, хорошо, я хочу быть в первой категории. А он говорит, да, хорошо, но вторая категория, ну то есть нет, вышли в вашей категории, это если вы будете покупать на 10 тысяч долларов. Я говорю, в месяц? Он говорит, нет, в неделю. А-а-а, и тогда вы будете обслуживать за 5 дней, вас будут отгружать. А-а-а, я буду стараться. Окей. То есть, хорошо, будет первая категория, это что надо сделать? И тут не идет речь о бренде. Пока мы говорим об опте. То есть человек... Можно дополнить, да? Можно дополнить, да, чуть, ну, еще задать вопрос. Просто смотрите, какая ситуация может быть, если вы, например, ищете не у пастерчика, как бы товара, вернее, не у пустовика, а если идете сразу на Амазон, например, видите бренд? У бренда 5 человек писем. Соответственно, это какие-то представители этого бренда. Вот Денис про это говорил. То есть почему не стать представителем? То есть я так по вашим словам понял, это очень сложно. Как бы там требования, ну, как бы я, насколько знаю, там требования не такие уже вышли. То есть, ну, ты... Да от бренда, наверное, зависят, в первую очередь. Это, если бы какая-то разница, там должны быть и объемы продаж, соблюдение цены, мэп, как бы, ну, там на самом деле ничего сложного нет, я не знаю, как я понимаю. Я технарь, мне нужны деньги. Вот топа нужно денег. Мне нужно, чтобы я зарабатывал деньги. И мне все равно, бренд это, не бренд. В 5 там человек, в 13. Ну, это стратегия, это стратегия, что вы говорите? То есть у каждого свой подход. Я пошел, взял товар, продал и купил. То, что вы говорите, да, можно попробовать. Но когда я пойду по этому бренду, я точно должен буду знать, что я добрался до самого главного, кто принимает решение. Я потратил на эту кучу сил и времени. Потом нашел, оказывается, у него есть дистрибьютор, и он меня отправляет к этому дистрибьютору. Я иду к дистрибьютору, начинаю у всех дистрибьютору регистрироваться. Их там 15 по стране. Я начинаю договариваться. Один меня тупо посылает, он говорит, ну да, на Амазон ты что, скринел, пошел нахер. А, да, мы делаем на Амазон. Я захожу, а там их триллион, блин, этих продавцов, и товаров такого, какого надо, нет, и цены. Раз и все, второй зашел. Да нахрен оно мне надо, вы извините за мой французский. Ну я просто тупо взял то, что надо людям и продал. Да, это рутина, да, это не хочется, да, это трудно, это нужно время потратить. Но сейчас я имею эти 5 тысяч долларов и надеюсь получать 50. На этом как бы все. Когда я выйду к поставщику лицом к лицу и вижу, о, есть интересный товар. Почем он у тебя? Он говорит, 13 центов. Я знаю, сколько этот товар стоит на Амазоне, потому что я уже год продаю такие товары. Я говорю, знаешь что, парень, у меня есть тебе предложение. И мы тогда садимся, начинаем разговаривать. Смотри, вот товары, которые я продаю лично. Вот мой магазин. Вот обороты. Вот цифры. Он говорит, че так, елки-палки, будем разговаривать. До тех пор искать, я беру ресерчеров и все начинают мне искать по началу то, о чем вы говорите. Последний вопрос, если можно. Вы смотрите на историю вообще листинга, то есть какое время он продает, то есть сколько он там, месяц, полгода, год. Это как бы метод для чего-то. Я так понимаю, у вас стратегия такая, вы как бы закупили партию, но есть риск, как бы бренд выпадет или листинг закроется и на этом, как бы, по этому товару будет перекрыт, как бы, торговля. То есть просто тогда получается, как вкладывать большие оптовые партии, если есть риск закрытия листинга или бренд идет, как вы говорите, или бренд жалобу подаст. Как строить бизнес, вкладывать деньги, партии, товары, если может листинг просто закрыт или какая-то там включится ситуация с ним. Вкладывать в товар большие деньги в одну единицу только в том случае, если у тебя есть договоренности. Или ты точно знаешь, что этот бренд не имеет ничего против того, чтобы ты с ним работал. До этого это глупо. Вот все, что могу ответить. И опять-таки суммы могут быть отличными. Еще скажу, я работаю с брендом, который, скажем так, не совсем отвечает, я не совсем отвечаю его требованиям. Что происходит в случае, когда начинает, ну, допустим, я по ресерчу нашел товар. Это не единица, это несколько единиц в одном, не важно. Вот, я вижу его перспективность, я знаю, где купить товар дешевле, я знаю, как его собрать, я начинаю его продавать. Моя тактика очень простая в этом плане. Заработал этот товар 300 баксов. Я на эти 300 баксов этого товара и покупаю. В случае, ну, с минусом, с плюсом, это уже дело тактики. В случае, если этот листинг умрет, я ничего не потеряю, ни одного доллара. А по-хорошему я останусь плюсом. То есть, эта тактика работает на любом товаре, хоть это пиел, хоть это любопытно, этот товар может сгореть, ты его можешь потерять, блин, на доставке, это бизнес. В бизнесе есть риски. Наша задача риски минимизировать эту работу. Дохожу, я продаю этот товар уже два месяца. Я на нем уже заработал, там маржинально, там ROI, очень хорошая. Сейчас туда зашло, еще пять или шесть продавцов, и продажи начинают падать. Но я на нем заработал столько, что когда листинг закроется, я вывезу этот товар и подавлю его там-то. Я ответил вопрос. Ну, это я уже так, эмоционально. Но, по сути, присутствует элемент лотереи, то есть, всегда может быть, как бы, непредвиденная ситуация, я понял. То есть, надо крутить педали, то есть, искать лисинги и вилки, я понял вашу структуру. Вы находитесь в бизнес-поле, и невозможно просчитать все... То есть, если вы договорились с брендом, какое-то время это принесет вам дефицинги. Но потом никто не знает, что вы сделаете для того, чтобы защитить свои позиции. Допустим, у вас есть контракт с брендом. Денис завтра решил в этот бренд залить деньги. И вы начинаете борьбу. Вы не знаете, чем закончится эта борьба. Он закроет ваш листинг, или вы его закроете, листинг, никто не знает. Это Амазон, и там есть такие процедуры. Вы не поработали месяц, бренд вам выставил счет. Неуспойку. Вы выкупить должны на 500 тысяч долларов. Ваши шаги. Это вы вопрос не задаете? Да. Я как пример говорю. Я говорю о том, что риски... Если смоделировать ситуацию работы с брендом, я насколько знаю, они ставят условия по ценовой категории. То есть, не демпинговать. То есть, в этом плане. Плюс, они вас делают авторизированным продавцом. И какие-то нюансы могут быть. Так кто-то придет... Ну, как... Я не могу просто смоделировать. Придет человек, вложит деньги в бренд как-то. Я просто не понимаю, как это может быть. У вас есть какие-то условия договоренности? Наработанная история. Вы, допустим, полгода торгуете. Как может вам внезапно кто-то прийти, какой-то бренд положить и вас выкинуть? Всем понял. Не могу смоделировать вашу ситуацию. Вы с ним договорились. Продаете его товар. 15% что-то моделирует. Не совсем понял. И вы договорились с брендом. Продаете бренд. Если у него есть какие-то изменения, он вас предупреждает, так понимаю. Как может кто-то прийти, выкупить. Ну, вы продаете, к вам на листинг зашло 15%. Что вы сделаете? Ну, они в априори не могут зайти, если вы с брендом напрямую работаете. У вас же есть договоренность какая-то с ним. Ну, тогда как-то не могут. Я же продаю. Не шутите. Не шутите. Вопрос. Вы покупаете не у бренда. Вы покупаете у автовика или дистрибутор, я так понимаю. Просто бренд не против на распространение его товара. А то, что вы продаете его бренд, он как бы и не знает. Я правильно понимаю? Ну, да. А если вы работаете напрямую с брендом, то у вас сразу есть условия все. Как бы договор, как бы, все пункты, которые вы должны выполнять. Давайте сразу определимся, что это серая зона, черная. У нас с вами нет информации. Мы просто разговариваем на уровне предположений. Ни я вам не могу сказать, ни вы мне не можете сказать. Сейчас, на данный момент, мне кажется, вот в этой ситуации, просто все это, так скажем, направление бизнеса… Я просто говорю, как бы исходя из практики. То есть я сейчас не говорю и там в поле теории, как бы у меня есть просто опыт работы с брендами, поэтому я, исходя из этого, задаю вопросы. Я понял, понял. Я хотел как раз к этому свести, просто и как бы беседа уже понятна. Она вокруг-доколого у нас ходит. Опыта нет. Когда я задал вопросы по каким-то брендам, мне сказали, вот у нас старт… Ну, это было давно, мне не понравились условия, я не стал с этим работать. Да, тут просто… У всех же, во-первых, первая стратегия. Первая. Вот как человек на 100 тысяч сидит там 5 лет, торгует, понятно, что у него или маржа, или там какие-то другие причины. Вот, или хобби. Соответственно, и здесь то же самое. По брендам, ну, мы всю жизнь работали… Я не могу знать, потому что у меня нет такой опыта. То есть у вас он есть, так вы тогда так и говорите. И вы дайте этот опыт как стратегию. Я почему поднял этот вопрос, как бы, я понял вашу стратегию, как бы она приносит вам деньги, и в этом как бы смысл. Вы зарабатываете просто… Почему я поднял вопрос, если убрать эту рутину, про которую вы говорите, то есть постоянный поиск этих, как бы, вилок, товаров, если работать напрямую, вы просто заниматься этим не будете. Вы будете продавать постоянные товары и… Ну, такие бренды надо найти. Вот, смотрите… Да, их надо просто… Да, их просто можно найти, так бы… Я из продаж. Я не верю в товары, которые… Как, мам, они… Грааль какой-то, ты такой, ну, все, я теперь бренды, я такой крутой. Я в это не верю. У каждого товара есть свой срок жизни. Есть приносящий доход, есть разрабатывающий доход, и есть умирающий. Я из розницы. И мне не представляется, возможно, я брендами торговал, и эксклюзивом был, и… Это, ну, как сказать, это тактика, которая, во-первых, мне сейчас никак не подходит, во-вторых, я не готов и не хочу даже с этим… Кстати, этот 60-миллионник, когда меня спросили про бренды, почему-то у нас всегда это все вызывает такие вопросы, что с этой рутиной не так, я не знаю. Это просто трата денег. Ты тратишь деньги, и тебе это делать. Ну, окей, хорошо. Мне нравится это, можно… Он говорит о том, что у меня есть договора с брендами, но у меня они короткие, по месяцу, каждый месяц я их обновляю. Если я не хочу, я не обновляю. Я этого не понял, я не знаю, как он это делает и что это за собой ведет. И это его опыт, и я не могу его использовать, не могу вам его рассказать. Если с предположения, как он это делает, у него есть договора жесткие на выполнение планов, скорее всего, и он получает хорошие за это низкие цены. Соответственно, на месяц план выполнил, он видит продаю. Кстати, торгует без прибыли только за счет того, что да, за счет отката за продажу. Может быть. Вот, то есть у него есть просто свои и роялти, свои какие-то дополнительные, скидки, может быть. Да, он не самый низкий, поэтому он держит байбокс, и поэтому не хер кто может присоединиться. Хорошая идея. Но это все может так быть. Вам просто как совет, вы можете обратить внимание, там есть много листингов, которые продаются годами, как бы, с историей наработанной. Поэтому просто, это вам просто как совет, посмотрите, обратите на это внимание. Я понял, как бы вашу схему работы. Идея хорошая, правильная, но реально нет. сейчас задача иная, и для меня важно, окей, я услышал, я не знаю, это совет хороший, я не понимаю, как его использовать. Что надо сделать? Найти? Использовать, я могу, в двух словах, просто искать, искать, отправная точка должна быть Amazon. То есть, если вы находите товар, который уже продается на Amazon, и бренд разрешает продавать, соответственно, вы выбираете сразу много проблем. У вас потом не будет выкидывать, не будет разногласий с брендом, вы будете, как бы, напрямую, без лишних, вот у этого самого, у этого 60-миллионника, 8 тысяч айтемов, 800 у него продают максимальное количество. Вот у него такая тактика, он так к этому пришел. Вот они продают на 60 миллионов с разных площадок, все вместе. Вот, что сказать? Ну, окей. Я честно, вот честно, сейчас, да, иногда идет, поиск под Амазон. Так. Приду ли я к тому, что будут такие листинги? Может быть. Но я сделаю сейчас следующее. Мне интересно показать мускулы, делать закупки большие у поставщиков и копать губки. За счет чего я это сделаю? За счет того, что мы помогаем выкупы и делаем это у поставщиков. Те же люди добавляют объема в нашу компанию и когда мы делаем такие выкупы, у нас есть по каждому из брендов информация. Вот. И когда эта информация имеет более-менее серьезные вещи, вот я уже могу разговаривать с брендами и идти куда-то дальше. но я не знаю. Идти сейчас тратить на это время у меня просто нет. Это нужно делать мне. Я не могу это делегировать. Ресерч могу, а разговоры с поставщиком нет, не могу. Это только могу сделать я. Больше никто. поэтому это нужно потратить на это время. У меня вообще с ним нет. Реально. Мне проще поставить машину, настроить ее, сделать автоматические процессы, отработать узкие места, сделать реакцию на эти места. И это будет бизнес. Он и сейчас уже бизнес. Ситуация, при которой происходят продажи, ситуация, при которой происходят отгрузки, выполнение того или иного, происходит без моего участия. И точно так же дело с ресерчем. я в ресерсе не участвую. Что сказать? Да, я плачу за это деньги, но сумма затрат на это она не растет. Она постоянно. Оборот растет. Это очень хорошая модель бизнеса. Она мне нравится. Товар приходит вам на склад, я так понимаю, да? То есть он приходит к вам на склад, вы его обрабатываете и отправляете уже от себя. То есть напрямую они не отправляют, я так понимаю, да? То есть идти как бы в какие-то... Мы отправляли один раз, по-моему... Нет, ни разу не отправляли в рот. Но на 10 приходов, 2-3, 2-3 ошибки. То лишнее, то не хватает. Пару раз думает от того, какой внутри коробки. я решил, что на сегодняшний момент мне такие риски ни к чему. Я не хочу подбираться с азоном, какой товар пришел, какой не пришел, куда мы поможем. Да, такая модель приходит к нам. Открыли, достали, простекировали. Возможно, есть и товары, которые простекировать не надо, а по-моему, на фэкшер-код отправили и Амазон принял. И даже в этом случае Амазон кто лишнее принимает, кто не принимает, ну, по крайней мере, без корейства. То есть кто-то не принял, я могу предоставить инвойс, ну, там, пару фотографий о том, что мы это отправили, и раз никто не отказал, не сказал о том, что мы не принимаем. И 200 шут единиц бывает, не находят. Потом делают рефервер, это самый. То есть GreenBullsMid это все очень классно. Мне нравится, что этот бизнес очень систематичный. Это позволяет его и масштабировать, и дублицировать, и другим даже передавать. У меня первый аккаунт моего знакомого, который я на него открываю, беру у него деньги, на эти деньги напополам, а потом продаю. И я не знаю, что это судья. Вот. То, что вы говорите, это больше уже такая, ну, это другой бизнес. Он, наверное, придет, когда уже будет кэшфлоу достаточно, и я смогу поехать, взять хорошую машину, самолет, полететь в офис, пообщаться с народом, взять с собой каких-то людей, элитиков. Да, почему нет? Ну, пока так. Так, давайте подытоживать тогда, какие последние вопросы есть, законченные сегодня. Если тема интересна, в принципе, можно продолжить, и там еще ребят позвать, кто этим занимается, да пообщаться. на некоторые я даже так задумался, будто надо сказать. Спасибо большое. Спасибо. Ну, я напишу это самой группе в любом случае вопросы какие, потому что как бы тема не моя, я тут рассказать ничего не могу, вот, особо. Есть опыт именно даже не Амазон, а именно по жизни все это как делается, потому что я вот эти разговоры слушаю по поводу дистрибьюции, по поводу переговоров, но это вот, если это моя специфика, моя работа все же не была, но она, блин, и здесь так же сложно, и там понятно более жесткие рамки, более крутые конторы. Кому нужны клиенты, кому не нужны, как договоришься с этим поставщиком, проблема долгосрочного сотрудничества всегда она есть. Топ-менеджеры меняются в компаниях, и они сегодня дают эти дистрибьюторские договора, завтра эксклюзивные дают, после завтра еще какие-то моменты. То есть моментов все равно много, можно их обсуждать. Код сейл, для меня лично простая оптовая торговля закупать, есть какие-то нюансы связанные с документооборотом, которые у нас здесь нет, у нас по-другому работают. У нас, я помню, из региона в регион одни и те же товары возят специально, там, на Эрман, помню, на Палеты клеили эти штрих-кода, чтобы понять, что это там Вульяновск, это там, я не знаю, там, Пенза, дистрибьюторы в разных городах и ловят, типа, и все равно не могут поймать толком. Потому что в один регион одни цены, в другой другие, в третьем акции пошли. И здесь то же самое. Просто здесь вот так как Marketplace, вот этот Amazon, он душит нас с этими инвосьми, а если нет, то, наверное, как-то по-другому все это происходит. Мне кажется, так, надо просто это общаться, смотреть, может, есть какие-то моменты обхода всего этого, я имею в виду не в чернуху, а имею в виду правильно как-то это все делать. Потому что мне, мне нравится, я в приват почему пошел в долгосрок. Да, я понимаю, как работать с брендами, как это делать. Потому что бренды, бывает, умирают, бывает они в тренде, не в тренде, бывает товарная линейка их, ну, мертвой становится. Ты их просто меняешь, заменяешь, но потом, когда ты работал с каким-то брендом, получил какие-то обороты, ты, приходя к другому бренду, аналогичному или похожему, или вообще из другой ниши, у тебя есть кейс. Ты сделал то-то, то-то, то-то. И так двигаешься. Это вот как раз ступенька. Ты говорил в банке, счет надо получить, вот, кредитную историю получать. Так же и здесь. У тебя ступенька за ступенькой, ступенька за ступенькой. Когда ты просто торгуешь отдельными товарами, ну да, у тебя как бы там доход есть. Но если ты как бы такую карьерную линейку там и открываешь, то это как бы тоже полезная история, потому что можно поработать просто с одним брендом удачно, у тебя будет история и все захотят успешный, успех вот этот повторить просто, это сто процентов. Первый просто тяжело, второй тяжело, третий тяжело, а потом как по маслу идет, если все получается. Это важно еще помнить, что он не Амазоном единый. Конечно, конечно. Канал СБ, ты, я говорю, какие договора заключишь? Он не настолько, он не настолько большую роль играет в продажах серьезных компаний. Это надо тоже понимать. Абсолютно согласен. 2 процента, всего 2 процента ложится на Амазон от всех продаж. То есть, когда, когда эта цифра приходит в голову, ну, когда ты думаешь про это, ну, пусть, ну, не знаю, может быть, в отдельных группах, там, посмотреть с другой стороны, так это круто. Им Амазон не нужен, а мне лично нужен. Я возьму трех сотрудников, сделаю оборот, миллион долларов в месяц на этом бренде, качественную преподнесу, сделаю не 2 процента от общего оборота, 2 0 2 и буду этим гордиться и буду снимать капусту с него. Не скажу. Это круто. Да, да, вот я тебе об этом говорю, нам же не надо, нам нам намного не надо. Я просто храню, что, ну, каковы, ну, каковы, каковы рычаги всякие. Да, да, рычаги, конечно, конечно, я говорю, где-то, это очень большой оборот. Например, компании выросли на Амазонах или на онлайн продажах, для них это глобальный продаж. Там сложнее даже будет переговоры провести. Для кого-то Амазово вообще не в принципе нам не надо, там один контрафакт торгует. Но можно найти каких-то средних, которых, например, я еще раз говорю, есть вот, вот бывает такая ситуация, надо просто найти вот это слабое место у них, просто сказать, вот ваш конкурент, который вы ненавидите, я его задушу, дайте только мне возможность. Вот, бывает и такое, но это переговоры, тут не всегда деньги решают, деньги, они решают, там, я не знаю, там 70-80%, не знаю, для всех по-разному. И опять же, капитал разный и компании разные. Вот, но переговоры, переговоры надо уметь вести, проводить и находить вот эти вот как раз точки соприкосновения. Я люблю такие вещи, я всю жизнь этим занимался, мне это прет. В принципе, конечно, круто, ну и самооценка, опять же, ого, ты такой весь такой. Конечно, 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 уверенность. Это прет, я согласен, но на сегодняшний момент с ним еще раз. Ну, ты не дорос просто, я понял, ну нормально, опять же, кто-то двигается, например, в другом направлении, кто-то в этом, это нормально. Так, в принципе, я думаю, все, большое спасибо. Сергей, я контакты скину, кому будет интересно с ним пообщаться, там, по любым вопросам, взаимодействия, без разницы, обращайтесь, мы для этого здесь и собираемся, чтобы именно обмениться опытом. Это вообще очень было интересно, это как бы... 8 человек в конце осталось. Ну, написано 28, но это не имеет значения, на самом деле. Хоть один, я мое, да, кто в Ютубе посмотрит, к сожалению, говорю, вот эти лайвы, я сейчас стал намного реже, заниматься, просто люди не приходят, такой смысл проводить. То есть, ко мне люди обращаются, говорят, мне есть тема интересная, хочу там с людьми пообщаться, донести что-то, вот как раз в группе написали, я с удовольствием всегда. Но мне рассказывают бесконечно одно и то же по приват-лейблу, неинтересно, если честно. А люди, которых позвать, всех друзей я уже по 10 раз звал, ну, можно, конечно, еще раз по кругу прогнать, но это как-то мой бетон уже не то. Вот, повторяться нехорошо. Будут темы, будут люди, обращайтесь, у кого какие есть предложения, по каким вопросам и кого позвать. В принципе, мало кто отказывается. Есть кто отказывается, у меня вот есть очень интересная тема по Валбересу. Вот, человек очень много и очень давно на нем торгует, та же самая тема, как Амазон, только в России. Вот, но вот он не хочет. Он говорит, я тебя проконсультирую, говорю, что хочешь, но вот мне, говорит, это самое, не хочется. Даже не то, что там делиться информацией, а просто вот, ну, есть люди, которые стесняются, не хотят, им это неинтересно. Вот, так что, любые темы пишите, найдем людей, что-нибудь интересное расскажем. В принципе, все. Ну да, все хорошо. Всем удачи, всем пока.